Андрей Абрикосов родился 1,14, ноября 1906 года. По другим источникам 14,27, ноября 1906 года. В Симферополе, Таврическая губерния, в семье агронома, в ранней юности, которая пришлась на годы гражданской войны, много скитался по югу России. Беспризорничал. В 1924 году окончил школу памяти погибших в Октябрьскую революцию коммунаров в Туле. В 1924-1925 году чернорабочий на уборке винограда в селе Широкая Балка под Новороссийском. В 1925 году перебрался в Москву, где устроился работать чернорабочим артели. В строй радио, в столице поступил в кинематографическую студию А. С. Хохловой, но вскоре оставил ее и занимался О. З. С. Соколовой, сестра Э. С. Станиславского. В 1926. В 1929 году. Сотрудник театра студии Малого театра. С 1932 года. Новый театр. Однако роли начинающему актеру не давали. В 1929 году актера, не сыгравшего ни одной роли в театре, утверждают на роль Григория Милехова в немом фильме. «Тихий дон». Выход этого фильма в 1931 году на экраны принес актеру широкую известность. В 1929. В 1930 году. Актер киностудии «Союзкина», ныне «Мосфильм». В 1930. В 1931 году. Актер рабочего передвижного театра. В 1931. В 1937. Реалистического театра. В 1937. В 1938. Камерного театра «Все в Москве». С 1938 года. Актер Московского театра «Им. Е. Вахтангова», где играл до конца своей жизни. В 1953. В 1959 году. Директор театра. При сдержанной и лаконичной манере игры обладал мощнейшим темпераментом и в лучших своих ролях. Достигал подлинных высот. Член Союза кинематографистов СССР ЧЛЕНВКП. Б. С 1950 года. Скончался Андрей Львович Абрикосов. 20 октября 1973 года. По другим источникам. 19 и 21 октября. В Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Участок номер 7.